Ладно, давайте посмотрим видос про Baldur's Gate. Вот этот видос мне многие советовали. Привет, это Эмми Трип. Сейчас вы услышите историю о том, как в преддверии выхода Baldur's Gate 3 представители крупнейших игровых компаний нашей планеты выдали серию кринжовейших заявлений, пропитанных хитоническим ужасом. Если коротко, то современных AAA-разработчиков до усрачки напугал возможный успех Baldur's Gate 3, и они начали лютый дэмэдж-контроль в Твиттере, умоляя не ставить эту игру в пример, не ссылаться на неё и не сравнивать с ней их будущие игры. Срач запустил Золовьер Нельсон, младший сценарист из студии Strange Scoffield. Он заявил, что, как и многие, с нетерпением ждёт Baldur's Gate 3, но боится, что аудитория начнёт использовать игру как новый стандарт для RPG, несмотря на то, что не все студии могут позволить себе подобное. Подробнее его твиты я разберу чуть дальше. И вроде бы, но выстрелился какой-то человечек из какой-то новой... Бля, это, кстати, идеальный пиар для игры, серьёзно. Типа, когда другие разработчики начинают говорить, типа, блин, пожалуйста, не ставьте это нам в пример, там прочее. Это настолько реально хорошо заходит. То есть, даже я об этом слышал, на самом деле, я читал об этом в Твиттере, и действительно, это вызывает желание посмотреть, что такое Baldur's Gate 3. Но и страх, что если ты поиграешь в Baldur's Gate 3, то все остальные RPG для тебя станут слишком... слишком никакими. Ну, посмотрим, окей. Нейм-инди-компании в Твиттер, да и хуй с ним. Да нет, не хуй с ним. Беда как раз в том, что этими высказываниями дело не закончилось. И к обсуждению присоединились серьёзные кабанчики из крупнейших игровых студий. Во-первых, Джош Сойер, сценарист и геймдиректор из Obsidian, ранее работавший над Fallout New Vegas и Outer World. Пишет он следующее. Отличный трэд. Условия, в которых создавалась Baldur's Gate 3, атипичны для нашей индустрии. И это ни в коем случае не камень в огород преданных и талантливых людей, работавших над ней. Иметь основу и средства для того, чтобы создать что-то на своих условиях, всегда бесценно. И у меня вопрос. Что именно атипично для нашей индустрии? Открытый цикл разработки с открытым бета-тестированием и учётом пожеланий твоей собственной аудитории? Аудитории? Да, довольно атипичны для современной индустрии. Нормальная человеческая... Насколько я понял, Baldur's Gate 3, она же сначала вышла в Early Access и довольно долго там была, типа года 2 или 3 на самом деле. То есть, может быть, это имелось в виду, что игру долго разрабатывали, сейчас она выходит в релиз, но при этом многие уже с ней смогли ознакомиться, и поэтому они знают, что игра типа норм. ...отношение к своему потребителю это вообще вещь атипичная, но что мешает вам сделать так же? Почему когда-то давным-давно компания Obsidian смогла выпустить Fallout New Vegas, лучший трёхмерный Fallout на минуточку? Почему когда-то они зацепились за спрос на хороший RPG-шный Fallout, возникший после выпуска беседкой третьей части, и смогли реализовать мечту фанатов о воплощении качественной ролевой системы первых двух частей в 3D? И почему спустя 9 лет компания Obsidian выпускает достаточно слабенький посредственный Outer Worlds, напихав в него просто астрономическое количество повестки, при том, что они даже никто не просил? Кстати, по поводу вот этого. Иметь основ... Там уж что оттуда ушли все основные челы. ...средства для того, чтобы создать что-то на своих условиях, всегда бесценны. Основы и средства не появляются из воздуха. Бюджет на разработку BG3, рост по мере роста доверия к компании Larian. Уже третий год бета-версии BG3 продают... Дед, скажи, что с монетизацией на ютубе. Но она всё ещё есть. То есть, те, кто говорят, что её нет, пиздят. Как и ирония Sony. Спайры и Crash, когда продавали PS1. А теперь после ремейков от Acti стали их активами. Хотя ещё до этого. И теперь когда-то после покупки XPS1 станут экзами бокса. Кстати, ещё не факт. Ещё не факт, что какой-нибудь Crash Bandicoot выйдет только на Xbox. Я думаю, что Crash Bandicoot не является тем проектом, который они решат делать эксклюзивом. Потому что у него всё-таки довольно большая аудитория на PlayStation. То есть, мне кажется, что это было бы весьма логично выпустить его на плейку тоже. ...в Стиме. Три года фанаты играют в неё, получают обновления, оставляют фидбэк. Свен Винки, директор компании, еженедельно проводит шоу-кейсы, в которых отвечает на вопросы фанатов, отчитывается о новых фичах и процессе разработки. Открытый производственный процесс самого пользователя превращает в заинтересованного инвестора. Если вы не можете создать игру с заранее определенным бюджетом и датой выхода, то что мешает современным компаниям базироваться на открытом производственном процессе, как Larian? Игра, которая в раннем доступе постоянно сопровождается контентом и патчами по ожиданиям игроков, априори не может обосраться. Вы только подумайте, игроки играют в альфа-версию Baldur's Gate 3 и просят разрабов добавить возможность создавать эльфийку с хуем. И они это делают. Нужна ли лично мне возможность создавать эльфийку с хуем? Блядь, да нет, наверное. Но этот самый хуй является демонстрацией клиента ориентированности Larian Studio на своего потребителя. Блядь. Сука. Да, делать игры в закрытом цикле разработки тяжело. И вообще, сейчас немногие компании это вывозят. Делать качественные игры в срок, а не ебать игрокам мозги переносами, оптимизацией, неиграбельностью на релизе, патчами первого дня и полотнами извинений спустя час после релиза могут немногие. Точнее, не только лишь все. Мало кто может это сделать. Кроме, наверное, внутренних студий Sony, Rockstar и Nintendo, которые выпускают игры в идеально точном состоянии буквально по квартальной таблице. А по поводу независимости, что мешало компании Obsidian не ложиться под парадокс Юбисофт и в конце концов не продаваться Иксбоксу? Но в своем следующем твите сценарист из Стрэндж Скоффолд напоминает, что все это аномалия. Это не новый базовый уровень для ролевых игр, это аномалия. Попытка сделать то же самое тем же способом, особенно без тех же преимуществ, может погубить целую группу студий. Ебать, смотри не погибни. Блин, главное, в чем реально не стоит обосраться, это в доступности для ебланища, которые вот, ну... Я, допустим, в D&D никогда не играл. Для меня сама идея того, что в игре, блядь, нужно кубик бросать, это, ну, довольно-таки дикая. То есть я надеюсь, что эта игра также ориентирована не только на суперолдов, которым вот очень сильно нравятся такие игры, что и обычный чел, который, допустим... Самая сложная RPG, в которой я когда-либо играл, это Fallout 1 и 2, я играл в них не то, чтобы потому что там была интересная боевая система, но единственное, что мне интересно, то есть сможет ли эта игра дать мне такой же опыт, как вот в свое время давал Dragon Age Origins. То есть вот если да, то будет интересно. Если это намного сложнее в ебести, и главное удовольствие в том, что там можно как-то по ролевому отыгрывать, ну, не знаю, я... Возможно, это просто не моя игра. Далее в эту высокую дискуссию вступает Крис Бальзер, старший дизайнер Diablo 4. Ты прав. Даже если взглянуть на один из стандартов Свена Винки, Ultima 7 — это игра, которая была создана на основе 12 лет опыта. Если бы мы приняли это за новый стандарт, нам пришлось бы сфокусироваться на создании аналогичных условий, прямо как с Tiers of the Kingdom. Люди зачастую смотрят на плоды труда, но не на сам труд. Как и всегда, пожалуй. То же самое с людьми, которые гадают. Почему же так мало художников рисуют, как мастера периода Ренессанса? Старший дизайнер Diablo 4 ссылается на то, что у Свена Винки был правильный ориентир в виде Ultima 7, созданной на основе 12 лет опыта. И это одна из... Йоу-майор, спасибо за 500 рублей. Этот ретард забыл. Какую хуйню творили Лориан после провала кучи их игр. Им просто повезло с Divinity Original Sin. До этого они торговали жопой, вертели на хуй мнение игроков. Я помню, кстати, да, Divinity Original Sin. Мне кажется, вторая очень сильно захайпилась. То есть меня там многие звали, там, го, играть, го, играть. Там, постоянные в кооперативе. Я, кстати, не совсем понимаю, как кооператив в таких играх работает. То есть, типа, нужно изначально начинать кооперативно проходить, или человек может подсоединиться в любой момент с своим персонажем, есть ли какой-то левел скейлинг, то есть, как это все работает. Я не совсем понимаю, я вообще не в курсе, как это работает. ...причин будущего успеха BG3. Ёб твою мать, а как насчет 26 лет опыта создания игр серии Diablo? Я даже столько еще не жил. Почему четверть века опыта не мешает компании Blizzard и лично Крису Бальзеру создавать мобильную донатную Diablo путем делегирования разработки китайской компании NetEase? ...не сильный гей 47... ...или Diablo 4, который даже не способен обратно переманить свою аудиторию из бесплатного Pass of Exile. Крис Бальзер, ты пахнешь страхом, кто следующий? Ребеке Харвик, нарративный дизайнер из Grim Lore Games. Вы не можете одновременно удивляться бюджетом игр и делать подобные игры стандартным для всех. И я надеюсь, что Baldur's Gate 3 — великолепная ролевая игра, которая попадается лишь раз в жизни. И надеюсь, что никто не ожидает от команды с 10, 20 или 40 человек чего-то подобного. Зачем эти разработчики выходят и говорят подобные вещи? Я считаю, на самом деле, что Twitter — это самая убогая фигня, но, с другой стороны, самая интересная, с точки зрения того, что каждый хочет привлечь к себе внимание, и они иногда пишут такие вещи, просто с горяча, там, знаете, типа, какая-то дискуссия, они начинают говорить что-то, и они забываются. Они просто забывают, что они говорят это не между, там, собой, а на огромную аудиторию. И то, что все эти твиты, они расходятся, и все эти люди, типа, всем известны. Нахрена? Нахрена так говорить? Это большая ошибка. Это большая ошибка, потому что это, по сути, унижает всех остальных разработчиков и делает дополнительную рекламу Baldur's Gate 3. То есть это абсолютно обратная тема того, что они хотят добиться. То есть они не хотят, чтобы разработчиков булили за это, но в итоге их самих булят за это. Да, да, в этом и кайф твиттера, срач и кринж. Не знает, что большинство людей скипнет BG3 просто потому, что она видом сверху. А это нишевый поджанр сам по себе. Я не буду играть в эту игру, поэтому нормесы тем более не будут. Не, я попробую, я попробую, но если бы я... Ну как, не, я должен это попробовать, потому что я хочу знать, что это вообще такое. Мне чисто интересно. Но если бы я не занимался Ютубом, может быть, я даже забил бы хуй. Не знаю. Не, я думаю, продажи будут хорошие. В Ориджинал Син два главных героя. Они обязательны в поти плюс компаньоны. И можно проходить одновременно на одном экране. А когда делают сюжетный выбор, они кидают камень, ножницы, бумага в игре. Ммм, окей. Вопрос. А как Ларианы смогли разработать... Кстати, да, там же есть режим от третьего лица, именно вот не сверху. Я видел, что со спины вид тоже есть. Работать первый Ориджинал Син в составе из 30 человек и всего одним миллионом долларов, собранным на Кикстарте и фанатами. Как Тоби Фокс в Соло создал Undertale, как Эрик Барон создал Stardew, а Лукас Полп Пепперс Плиз, а Маркус Персон в Майнкрафт. Бюджета там были буквально никакие. Пачка чипсов и банка пива. Да, эти игры не забилуют ни красивой графической составляющей, ни масштабами, ни дорогущими кастами актеров для озвучки и захвата движений. Но в каждой из них есть интересный и уникальный кор-геймплей. Потому что в игре, как ни странно, блядь, самым главным является... Я думаю, что у людей есть некоторые проблемы с бросанием кубика, потому что люди... Ну, я по себе знаю, да, окей. Я из тех, кто, если что-то в РПГ не получилось, да, я перезагружаюсь и пытаюсь заново там, типа, нету чека на красноречие, я перезагружаюсь, там, что-то забил хуй на этот квест, пошел, полутался, там, что-то прокачался, прокачал красноречие, прихожу. Или если там действительно какие-то шансы, то я перезагружаюсь, пока у меня не получится успех. Потому что, ну, как во многих играх, да, то есть ты хочешь идеального исхода каждого квеста, чтобы получить максимальную награду, и поэтому ты хочешь всех спасти, всем помочь и вот что-то подобное. Вот. Возможно, я... Мне страшно играть в РПГ, в который действительно можно в чем-то проебаться. То есть, поэтому я как-то... Поэтому я не играю в диск или все. Хотя, наверное, стоило бы. Это геймплей, это игра, в нее должно быть... На казуал, да. Интересно играть. Про Эрика Баррена, кстати, есть очень крутая глава вот в этой книжке, только ищите, пожалуйста, в обновленном переводе. Первая редакция перевода от Exmo — говно. Тебе не нужны огромные бюджеты, чтобы просто делать нормальный геймдизайн. На придумывание рабочей концепции, ролевой системы, огромные бюджеты тоже не требуются. Бюджет разработки БГ-3 действительно внушительный, но бюджеты улучшают игру горизонтально, а не вертикально. То есть какой у нее бюджет? Ларриан умеет делать качественные RPG с прокачкой, отыгрышем, иммерсивностью мира и т.д. и т.п. Большой бюджет лишь позволяет им множить сущностей, делать игру больше и масштабнее, нанизывая все это на стержень качественной и интересной рабочей концепции, создание которой требует прямых рук и трезвого ума, а не бесконечных бюджетов. Можно потратить на разработку 300 миллионов долларов, создать мертвый открытый мир огроменных масштабов, и даже пусть на каждом шагу в нем встречаются аванпосты и вышки с вопросиками, игровой опыт все равно будет хуёвым. Далее, Золовьер Нельсон, младший сценарист из Транж Скофолд, продолжает свою мысль. Невозможно отделить игру от процесса ее создания, поэтому давайте посмотрим, что имели Ларриан при разработке финальной версии этой игры. Первое. Разработка началась еще в 2017 году. Стоп. Ну так, что мешало вам начать разработку в 2017 году, где вы были шесть лет класса? Шесть лет разработки не так много. За плечами студии две огромных игры и их расширенные здания, а значит множество технологий и знаний, которые можно использовать. Третье. Крайне успешный ранний доступ длиной в три года, с важными отзывами игроков, отчетами об ошибках и притоком финансовых средств в студию. Блядь, скажите кто-нибудь об этом Буянову, у которого и ранний доступ, блядь, уже шесть лет. И сука, по-моему, Тарков даже не близко к релизу на данный момент. Мне кажется, никто в Battle State Games даже в душе не ебет, что такое релиз, как это будет выглядеть на релизе. То есть, я помню, я еду в метро в 2019, там что-то слушаю подкаст с Буяновым, и он такой, да-да, скоро-скоро добавим. Там, короче, будет связь между локациями. Там, о-о-о, мы там добавим, там можно будет сюжетные квесты скоро выполнять. В 19... 4 года назад ни одного сюжетного квеста до сих пор в игре нет, сука. Ни одного сюжетного квеста нет, нихуя нету. Просто ничего нету. Четвертое. Более четырех... Блядь, 10 видов калашей добавили, сука. Сутро фонарик на шлем, блядь, добавляют только сейчас. Сутников. В семи офисах по всему миру, не включая партнеров на аутсорсе. Пятое. Лицензия, бренд и вселенная одной из крупнейших IP в мире. Dungeons & Dragons. На пике ее популярности на фоне выхода фильма. Это небольшой... На пике популярности за выходы фильма? Фильм Dungeons & Dragons? Я даже забыл, что он существует. Пик популярность, да. Неполный список. Ларриан вступает в эту игру, испытывая огромный груз ожиданий. Но они также делают это с невероятным попутным ветром за спиной. Непосредственный опыт, плюс условия, плюс ресурсы, плюс специализированные инструменты. Жизнь нормальная. И т.д. и т.д. То есть, по мнению работников игровой индустрии, условия разработки – это что-то типа географического детерминизма, фактор, не зависящий от людей. Вот как те картинки с дорожным полотном на границах разных стран. Вот тут дорога хорошая, а через 5 метров уже пиздец, выбоя на наколдобине, ну вы понимаете, климат уже не тот. По их мнению, условия разработки – это не следствие принятых в компании решений и методов производства, не репутация, которая копится годами, формируя преданную фан-базу, не клиента-ориентированность, а просто рандом. Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Вот 53-летний Свен Винки. 27 лет назад создаёт Лариан Студио, кстати, в честь своей собаки, называет её, и начинает разрабатывать свои игры в жанре CRPG. В жанре, который на момент выхода первой Дивинки в 2002 году уже был мёртв. Я думаю, что никто уже ничего не увидит, чёл. Мне кажется, они деньги с этого уже поимели, поэтому, скорее всего, просто хуй забили. Но он, перебираясь хуями без соли, продолжает гнуть свою линию и выпускать свои игры, которые в лучшем случае продаются средними тиражами, а в худшем становится финансовым провалом, ставящим студию на грань банкротства. И спустя 20 лет оттачивания собственной ролевой системы, беготни по издателям с протянутой рукой на зарплаты сотрудникам, находясь на грани банкротства, собрав лям евро на кикстартере и командой в 30 человек, Свен Винки выпускает Divinity Original Sin, которая буквально воскрешает мёртвый жанр, а несколькими годами позднее отшлифовывает формулу и выпускает, не побоюсь этого слова, идеальный сиквел Divinity Original Sin 2. Обожаю Dragon Age, но ненавижу старые игры Биоварда Масс Эффекта. Original Sin 2 тоже мусор, все их перехваливают, но если глянуть достижения, то игру прошли только 10% из тех, кто купил. Но это, кстати, норма для больших RPG, то есть если по Ведьмаку посмотреть, тоже не так много людей его прошли в конечном итоге. Длинные игры, в принципе, процент людей, которые прошли, очень мало по сравнению с людьми, которые купили и поиграли хотя бы один раз. Я вам спасибо за спонсорку на уровне геймера, няааа, спасибо. Но получается всё это рандом, ему просто повезло, в отличие от Activision Blizzard, с капитализацией в 73 миллиарда долларов, которые всё никак не везёт и у которой для разработки качественного продукта нету нужных условий. Интересно, если сделка всё-таки произойдёт и Microsoft купит Activision Blizzard, сделав её внутренней студией Xbox Gaming, хватит ли Blizzard 2,5 триллионов долларов капитализации Microsoft на подходящие условия? Повезёт. Не, не хватит. Вот даже хуй знает, повезёт ли. Вы так хайпуете Baldur's Gate 3, а играть всё равно будете в Genshin Impact? Не, буржать, я попробую, я попробую Baldur's Gate 3, потому что если не попробую, меня будут им заёбывать очень долго, чувак. Типа, фанаты очень сильно кричат о том, что это лучшая игра на свете, что она лучше, чем всё, что на самом деле существует. Ну, надо посмотреть, надо посмотреть, право они или нет. Пробую поиграть в Genshin, не хочу. Я играл в огромное количество АА игр. Но моя самая любимая игра — это чёртов Рейну Арут. Два Деметра и Дване, сделанные двумя людьми. Даже маленькая команда без бюджета может подарить невероятный опыт. Я согласен, я согласен на самом деле. Когда у разработчиков есть хорошая идея, это прекрасно. Как правило, ну типа я представляю, как создавалась Diablo 4, допустим, там не было хорошей идеи, там было то, что нам нужно заработать кучу денег, у нас есть IP, который стоит очень много денег, который 100% будет продаваться, давайте придумаем, как эту хуйню сделать. И просто из говна и палок было всё придумано. Типа, блин, Diablo 4 — такое хорошее начало сюжета, но потом на него так похуй становится. Вот, не, я на самом деле считаю, что да, игры, созданные с душой, с какой-то идеей, намного лучше, чем игры, которые создаются ради повышения... Не, понятное дело, все игры создаются ради денег, но так или иначе, есть же всё-таки люди с каким-то видением, и когда есть видение, то и игра хорошая выходит. Про Blizzard я прогоню ещё одну телегу через пару минут, а пока идём дальше. Если ты готов тратить 6 часов на один бой, то тебе не может не нравиться BG3. Ну посмотрим, посмотрим. Я надеюсь, что это просто интересная игра. Не, я просто очень скучный человек, понимаете, в плане RPG, я очень скучный человек, поэтому я не хочу создавать там эльфику с хуем или чё-то подобное. Вон какой большой, блядь. Не, я хочу просто обычного какого-нибудь рыцаря, суперстандартного. Я всегда так и Dragon Age Origins проходил, у меня магия всегда бесила, я всегда был на стороне храмовников, всех магов ебашил, блядь. Вот, мне кажется, это было максимально правильно. Но надеюсь, что вот под мой стиль игры эта игра подойдёт. И, кстати, насчёт вот этого пункта. Лицензия, бренд и вселенная. Одно из крупнейших IP в мире. Dungeon Dragons. На пике её популярности и на фоне выхода фильма. То есть они считают это одной из важнейших причин успеха Baldur's Gate 3. Но давайте посмотрим немного правде в глаза. Камон, тут кроме меня и смотрящих это видео, есть хоть один живой человек, который не слышал, а действительно играл в первые Baldur's Gate. Для дефолтного неискушённого геймера Baldur's Gate, как серия, это пустой звук. Что дальше? Сеттинг? Вселенная забытых королевств? Простите, пожалуйста, фанаты Icewind Dale и Neverwinter Nights, но я думаю, даже вы спорить не будете, что вселенная забытых королевств это максимально дефолтный generic фэнтези сеттинг про орков, гномов и эльфов, ничем не отличающийся от десятков и сотен других. Ну, по фак. Да и Dungeon Dragons для большинства людей это в лучшем случае чикен, блядь, карри, ну или вон та игра из очень странных дел. Что там ещё? Фильм «Подземелье и драконы»? Гайс, я буквально неделю назад его смотрел и только на середине фильма осознал, что действия фильма происходят во вселенной забытых королевств, а не в очередном фэнтези сеттинге с драконами, магами и порталами. Фэнтези сеттинг вообще толком никак не эволюционировал с момента публикации «Хоббита» в 1937 году. Всё, что было дальше, просто бесконечная, блядь, перетасовка эльфов, орков и гномов без какого-либо развития. БГ-3 хайпует не из-за фильма, будто бы снятого по книжке Олега Роя, и не из-за... Не, ну, кстати, в Dragon Age тоже был, ну, типа, почти дефолтный фэнтези, но там был прикол именно в «Серых Стражах» и «Море». Как жить в современном мире, если ужасно раздражают фэнтези и ЛГБТ движения? Вышел, потрогал траву, не помогает, всё равно раздражает. Не знаю, ещё, ко мне домой они вроде пока что не заходят. Да, вот если бы сделали классический Fallout, но в хорошей графике, не знаю, если бы кто-то взялся за просто ремейк первого Fallout'а, оставив все механики, просто сделав нормальные анимации, боя, вот это вот всё, сохранив атмосферу, вид сверху, все города, чтобы всё абсолютно такое же было, но в нормальном графоне, я бы с удовольствием ещё пару раз перепрошёл. ...полностью, где не будет внутриигрового магазина, скинов, батлпассов, просто, блядь, нормальную, качественную, рулевую, пошаговую, партийную RPG, блядь, всё. Расскажите своему однокласснику, играющему в Fallout 76 про Fallout 2, и посмотрите на его реакцию. А ещё лучше расскажите ему про Fallout Tactics. Ладно, давайте дадим ему закончить свою мысль. Так что... Я, кстати, не понял Fallout Tactics в своё время, я её прошёл, и всё прохождение Fallout Tactics у меня было ощущение, что я нахуй вообще не ебу, как играть в Fallout Tactics. У меня просто был отряд, я им давал броню, кидал их на противников, они что-то их разъёбывали, и всё. То есть я, максимально отключив мозг, играл в Fallout Tactics, я никакой тактики в Fallout Tactics не почувствовал. Она была максимально просто, типа, отметь своих и кидай их в противника. Это такая странная игра была, если честно. Это просто игра, в которой ты танчишь всё. Идея при создании Overwatch 2. У нас есть хороший IP. Нужно заработать много денег. Да, 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 но Overwatch 2 — это вообще забей. Это человек, который придумал идею с Overwatch 2, этот человек должен очень много денег. Что, пожалуйста, порадуйтесь достижением Балдаса. То есть это человек, который просто, типа, Overwatch 2 настолько сильное, что она убила серию Overwatch. Похоже, что огромные усилия одного из самых ярких представителей жанра скоро окупятся с лихвой. Но если вы кричите, что каждая RPG должна быть, как минимум, такой, никаких исключений, вы не просто упустили суть. Вы сами создали себе завышенные ожидания, а также все условия для того, чтобы ваши любимые разработчики никогда больше не смогли дать вам то, что вы любите. Кучатик, не забывайте ставить лайки. Кстати, второй я на стриме. Спасибо за контент. Все удачи. Спасибо большое. Да, гэз, буду очень благодарен, если поставите лайк этому стриму. Ну, должен признать, что меня слегка тоже раздражают фанаты Baldur's Gate 3. Я понимаю, что они три года как бы в Верли Аксесе играли. Они прекрасно знают, что эта игра охуенная. Ну, они знают, что эта игра охуенная, потому что, ну, типа, они изначально, как бы, им нравятся подобные игры. Но сейчас как-то у меня все комменты на всех видосах заполнены тем, что вот сейчас выйдет Baldur's Gate 3, вот там вообще пиздец будет. И типа, не, я хочу поиграть, но мне кажется, все завышают мои ожидания, я боюсь разочароваться. Бля, я вообще-то пришел посмотреть на лучшего стримера. Игровое кресло деда. А не на фаната Геншина, говорящего, что он не натурал. Бля, это, это, этот мем должен умереть, дружище. Мне кажется, пора, пора дать ему умереть. Ебаса, сраться, так это проблема как раз этих самых ААР-разработчиков, но никак не игроков. Если одна студия умудряется выебать их медведем, пока им приходится хныкать в твиттер, что их не понимают, это не игрок виноват, что игры говно. Мы так долго сидим на плато из конвейерных проходных игр со 100-миллионными бюджетами, что хоть малейшая вероятность повышения планки потребителям вызывает у них приступы паники. Но если Baldur's Gate 3 будет пиздатой, ну, я буду только рад, что у меня добавится еще одна пиздатая игра, там, наравне с Зельдой или... Ну, Final Fantasy XVI даже все могу рекомендовать, в принципе, несмотря на сюжет, игру все-таки стоит пройти. То есть, если действительно будет, ну, пиздатая игрушка, я только порадуюсь на самом деле. Потому что... Значит, это был год очень хороших RPG, и значит, все, кто говорит, что индустрия умирает, еще больше обоссались. Что очень уж хочется продолжать... Фанаты Baldur's Gate мстят тебе за Зельду. ...делать хуйню год за годом. Ммм. Чей твит особенно смешно читать, как это Джастин Грут, старший сценарист и нарративный дизайнер Overwatch 2. Хе-хе. Нарративный дизайнер Overwatch 2. Возможно, мы вступаем в эпоху соборных игр. Масштабных, богато украшенных и дорогостоящих проектов, которые, подобно великим соборам, в будущем могут показаться историческими аномалиями. Бедный Джастин Грут, разрабый Overwatch 2. А тебе не кажется, что историческая аномалия является то, что сделали вы? Как минимум, фанаты БГ лучше упоротых фанатов Таркова, сидящих в раннем доступе, 7 лет и делающим разъебные видео на то, как экспт не поняли величие Таркова, суки. Блядь! Не, я считаю, что фанаты Таркова сами в рот ебали Тарков, если честно. Просто по другим причинам несколько, чем AXBT. Я не считаю, что чел, нарративный дизайнер Overwatch 2 что-то сказал неправильно. Мне кажется, что неправильно интерпретировано было. Он сказал, что это год, это эра, в которой выходят игры как соборы, которые никогда нельзя будет повторить, типа, игры аномалии. Ну, по факту, да. Типа, если Baldur's Gate 3 это все, что говорят про Baldur's Gate 3, это действительно игра аномалия, то, что чуваки собрались, сделали масштабный ебанутый проект, с которым не сравнится ни что, что делают ААА студии. И эпоха, действительно, это эпоха уникальных ебанутых проектов, которые всем будут ставить в пример. То есть тот же ту же Зельду будут ставить в пример очень долгое время, как до этого первую часть ставили. Ту же Final Fantasy 16 будут ставить, как, типа, надо катсцены делать, да, то есть как там мэпика добиваться, прочего там буквально игра в фильм. И я думаю, что, ну, если Baldur's Gate это все, о чем говорят, да, то есть все, как я описываю, то мне кажется, что да, тоже будет монументальный такой проект. Тут скорее вопрос не в том, что вот в последнее время часто пишут мне люди, что после Зельды и Финалки в этом году им сложно играть другие игры, потому что они банально не дотягивают. То есть я это прекрасно понимаю. После Зельды зайти в какой-то открытый мир того же Юбисофта, ну, просто, блядь, это неиграбельная хуйня. Эти разрабы в Твиттере надеялись, что все будут хайпить по главному эксклюзиву Sony. Файнал Финтези 16 эталоном RPG окончательно станет линейной кинсо. Но Лориан насрали и теперь придется работать. Ну, я просто думаю, что есть две ветки RPG в этом плане. Люди любят игры за то, что могут делать то, что не могут делать в реальной жизни. Поэтому фанаты Fallout, Mass Effect и всех партийных RPG постоянно кичатся о том, кого там можно трахнуть. Это не рофл. А если не секрет, какая в последнее время игра тебя зацепила не с точки зрения гранд структуры, а с точки зрения конкретно игровых механик. Игровых механик? Ну, Зельда. Вот в этом году Зельда, наверное, только была в этом плане, именно в плане геймплея, только она меня захватила. Это, наверное, одна из немногих игр, в которые я играл не ради сюжета. Но, я признаюсь честно, я бы не сказал, что Final Fantasy 16 и Baldur's Gate 3 напрямую как-то должны соперничать. Смотрел видео толковое, но слышал про то, что игра является аномалией. Боже, вы все резко заждались Салкер 2. Булжать уже просто ёбнулся в чате, он тупо пишет Stormgate с другим. Булжать мем со Stormgate мертв. Остановись. Вот. Мне кажется, что, во-первых, Final Fantasy 16 и Baldur's Gate 3 не являются конкурентами как таковыми, потому что все-таки это сильно разные игры. Final Fantasy 16 делалось под людей, которым хочется просто сюжета. Нарративный дизайнер Overwatch 2, я не считаю, что что-то плохое сказал. Ебашить бедолагу, который работал над Overwatch 2, зная, что творится в Activision Blizzard, я бы не булил таких ребят, то есть, сомневаюсь, что это он Overwatch 2 вел в направлении, в котором он в итоге пошел с отменой сюжетной кампании и разделением всего этого по сезонам, с полным убийством Overwatch 1, то есть, я сомневаюсь, что там нарративный дизайнер, скорее всего, он сам локти кусает от того, что там он рассчитывал, что они сюжетку сделают, а в итоге сказали, что это, типа, не принесет прибыли. Это печально, это печально по-своему, то есть, я не считаю, что здесь превосходство какой-то игры над другой нужно обсуждать, я считаю, что если полтурские 3 выйдет пиздатой игрушкой, то это будет заебись. Вот кого реально разработчики выебали медведем, так это игроков Overwatch, которым сто лет обещали сюжетную кампанию, а потом просто кинули через хуй, аргументировав это тем, что помню, в Стабгейм делали ролик про секс с пидрин по всем фэллоутам. Там во второй части если начать играть девушкой, то в одном городе главный бендоз предлагает тебя трахнуть за доступ в город. Нихуя себе, кстати, удобно. Вот, надо как-нибудь воспользоваться, если я когда-нибудь буду играть. Вот. Блин, ну, касательно Overwatch 2, кстати, все говорили про то, что кампанию отменили, и это правда. Но отменили именно вот отдельную кампанию с прогрессией, я так понял, что эти миссии все равно выйдут и будут просто частью новых сезонов. То есть, какую-то сюжетную кампанию мы получим просто по частям. Не, мне впадло устанавливать Overwatch 2. Булк жать херни не скажет. И он ебнулся давно. Да так, что сделал видео про соски в играх. И это хуйна. Кстати, булка жрать, где видос пчелиной войне. Сука, как же вы заебывают ебаной пчелиной войной. А, блин, скучал по булжати, что-то мы давно не общались. Че-то у нас не получилось. Сори. Ну вы батл пастом покупайте, главное. Все, давай, обнял. Да, до скорого, вы на связи. А что у нас пишет Райан Маккейб, дизайн-менеджер Spider-Man из Insomnia Games. Отличный тред о том, почему использование одной игры в качестве стандарта для всех остальных в жанре безрассудно и никому не поможет. Нет, Райан, поможет. Но не вам. Может быть, я просто фанбой Baldur's Gate 3. Я думаю, что эта хуйня больше заботит разработчиков. Понимаете, есть две стороны. Есть вот игроки, которые вот, ну вот вы, да, типа хотите качественные игры, прочее. А есть разработчики вот эти, которые об этом в твиттере спорят, которые вообще в каком-то своем вакууме крутятся максимально там что-то, блин, вот, ну эта игра пиздатая, да, но мы не хотим, чтобы это становилось стандартом в индустрии, не все так могут сделать, не у всех есть такие ресурсы, вот это вот все. То есть, я не думаю, что Baldur's Gate 3 типа будет ебать, как там продаваться, да, то есть, не, она продастся хорошо, но все-таки фанатов CRPG не так много, да, то есть, ну, многие попробуют и многие втянутся, что пизда-то, но, к сожалению, это не будет там проект, который там, не знаю, уничтожит по продажам Call of Duty, вот. Мне кажется, что от их нытья абсолютно ничего не изменится. Я просто надеюсь, на пизда-то игру. Кто знает, напишите свое мнение в комментарии, ну и в будущем можете ожидать еще один видосик по Baldur's, а именно обзоры, распаковочек. Надеюсь, что сюжет хороший, потому что, как правило, для меня смысл RPG именно в сюжете, в каком-то большом конфликте, вот это вот все, интересные персонажи по пути. Надеюсь, что это там будет, то есть, что не вся игра заключается в ебле с медведем. коллектор с эдишн за 30 тысяч рублей, так что подписывайся на меня, дорогой друг, ставь лайк, ставь колокольчик и пока, до скорого. Ты играл Passfinder? Не, я не очень по классическим западным RPG, я предпочитаю японский RPG, потому что я больше люблю уход в сюжет, то есть, сюжет для меня является намного более приоритетным, чем как бы какие-то там супер-мега-возможности выбора в японских RPG просто.